Вот такой красавец был найден мной в подвале Вот это техника Точно на таком ваш покорный слуга рассекал по квартире в далёкой-далёкой юности Жаль его Нужно приводить в порядок Да Приступим Прежде всего я займусь самым сложным Нам предстоит демонтировать педали Казалось бы ничего сложного Но это только казалось бы Всё дело в том, что педали выполнены неразборными Здесь вал Вал имеет проточку И всё это держится запрессованной вот такой вот шайбой То бишь, чтобы её снять, необходимо эту шайбу каким-то образом ликвидировать Вот смотрите, как здесь было Здесь такая проточка Надевается шайба И шайба обжимается Обжата точнее Бляха муха Сложность ещё и в том, что колесо круглое И естественно Катается по столу Самопроизвольно И я это сделал Потратил часа полтора времени Но цель достигнута Это кошмар какой-то Я запомню это надолго Знаете, что напоминает? Это когда шуруп советский С прямым же шлицом На нём краски стоят 3-4 И ты его выкручиваешь Сначала ты пытаешься разогреть Краску убрать Потом отверткой слизываешь благополучно шлиц Потом головка вообще отламывается Ты пытаешься высверлить Потом плоскогубчиками вытягиваешь Ну это в общем Это настоящее удовольствие Вот это то же самое Вообще, между прочим Не совсем похоже на Советский Союз Обычно советские изделия Особенно такого уровня Скажу так Они отличались достаточно неплохой ремонтопригодностью Всё можно было снять Всё можно было поменять Здесь же делалось на века То есть уже такие как бы китайские тенденции То есть всё неразборное Один раз и на века Снимем резину Дальше Сотый уровень шиномонтажника Следующий план действий таков Поскольку мы уничтожили крепление педалей Нужно придумать какое-нибудь альтернативное решение Что я предлагаю И что я буду делать Отрежу вот эту вот часть И нарежу резьбу М10 Вот это цифры, да? Три девятки Ой, повезёт, чувствую к деньгам Так, ладно Вперёд Толкнулся с определённой проблемой Воротка под большую плашку у меня нет Для маленьких плашек Аж три воротка А для больших Ну, ни одного Масла Вообще, нужно признать, что вороток Это не самое главное Главнее всего Нет, не погода в доме Хотя это тоже важно Главнее всего Острая плашка Это, в принципе, 70% успеха В нарезании резьбы Ну, и, конечно же Соблюдение диаметра Просверлю ряд отверстий Для чего они нужны Скоро поймёте Готово Нормально Сразу уберу из-за усенцы Дабы исключить вероятность травматизма Старым дедовским способом А именно Свер-лом А что я хочу предпринять? Хочу попробовать снять краску с нашего колеса Если это, конечно, не эмаль Комуняки вполне могли задействовать эмаль Почему-то мне кажется Хотя по виду, по внешнему Всё-таки это краска Тем более, что здесь краска это точно На вот этом кронштейне Для педалей А здесь, конечно, хрен его разберёшь Сейчас замочим смывки Будем надеяться, что Она возьмёт Своими химическими Агрессивными веществами Растворит эту самую краску Это успех Всё получилось Единственное, что Внутри ещё бы оставалась краска Её придётся Руцами-руцами Счищать Неприятное занятие О, приход пошёл А-а В то время, пока сохнет диск колеса, займемся педалями Огромнейшее количество повреждений, нам предстоит с ними справиться Часть сделал я, когда их снимал, часть было Было до меня сделано кем-то Может быть ребенком каким-то грыз запросто А может просто от времени Аккуратненько Саму же обработку произвожу наждачкой всевозможной зернистости И затем вот так вот натираем, натираем Это обратная часть наждачной бумаги, которая на липучке Можно было бы пройтись волочным кругом Но очень удивительный материал Если чуть-чуть дольше продержал, плавится Отвратительно, придется рульцами Полировать, так сказать Я сделал все, что мог В любом случае, стало гораздо лучше, чем было Теперь потребуются две вот такие вот фиговины Такие себе, катафотики К токарному станку Рассверлил отверстие Нарезал резьбу М6 Здесь буквально пару витков этой резьбы Не более Ну, в принципе, этого будет достаточно Особенно, если учесть, что с обратной стороны будет еще затянуто это все дело гайкой Наконец-то Антон Владимирович приобрел себе фиксатор резьбы Оп, много не надо Декоративная заглушка Тулка И кронштейн, посредством которого колесо закрепляется на раме Ну, и педаль Без нее никак Был на местной барахолке Купил две гайки нержавеющие Именно с их помощью будут крепиться наши педали Оказалось, мне тогда просто эти гайки из нержавейки и достать Даже из латуни, фиг, не найдешь Удивительно Есть! Я хрен его знает, как так получилось Но все вот эти мероприятия, показанные в видео Заняли по времени практически две недели Ой, ешкин дрын Я не знаю, почему С чем это связано Ну, как-то так Да и летом, честно признаться Не очень-то охота и работать Да Хочется отдыхать Но, нет, это не про нас Да, кстати Изначально я хотел отполировать Дабы это было Ну, солидней, что ли Но потом отказался от этой затеи Почему? Все очень просто Это все-таки велосипед Вдруг на улице Вдруг по луже проедется Ребенок И колесо начнет ржаветь Нафиг оно нужно Краска практичнее Мне кажется Функциональность и практичность Гораздо важнее Нежели красота Хотя красота тоже важная штука Пока До новых встреч Скоро увидимся Но посрам Красота Красота Продолжение следует...